Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Захар Артемьев. Много лет я работал журналистом, газетным, пишущим. Не тем, кто врет по телевизору, а тем, кто пишет. Значит, нам надо больше думать и сопоставлять, отличать правду от лжи. Да, врать приходилось немало, но, к счастью, моя основная тематика была все же беседы с живыми людьми, интервью, а очевидцы не лгут. И вот об очевидцах я и хочу поговорить с вами. Очевидцы трагедии в Кемерово, очевидцы ужаса в Керчи. Их голоса заткнуть не удастся. И все здравомыслящие люди понимают, что ложь сквозит в каждой строчке официальной версии этих трагедий. А еще очень интересно и показательно, словно лакмусовая бумажка, реакция так называемых деятелей оппозиции, политических деятелей на эти трагедии. Меня больше всего поразила реакция на трагедию в Керчи Алексея Навального. Он же оппозиционер, он должен противостоять властям, вскрывать ложь. И он действительно это делает. Неведомыми путями Алексей добывал множество интересной информации, объективной, правдивой, о злодействах высших лиц российской власти. И тут внезапно он поддерживает версию о так называемом «мэтс-шутинг». Хотя действительно очень много указывает на то, что это никакой не «мэтс-шутинг». В одиночку парень из турецкого, простите за выражение, дерьмомета, сделанного из плохого металла, который разорвало бы от стольких выстрелов подряд, наносит такой чудовищный ущерб. Но Алексей Навальный говорит, что это «мэтс-шутинг». И повторяет слово в слово президента России Владимира Путина, что иновато, дескать, глобализация. И нехватка воспитания в школах. Но давайте теперь посмотрим дальше. Есть такой блогер Вячеслав Васиевский, противоречивый, но крайне интересный человек. И он на самом деле прямолинейный и честный человек. Я его зауважал, посмотрев его ролики. Так вот он говорит, что Алексей Навальный эти 50 суток ареста и другие дни не сидел в изоляторе ни в каком. А вместо этого ездил куда-то на курорты, на закрытые, и там отдыхал. Этим объясняется его загар. Знаете что? Посмотрите на кадры, где Алексей выходит из этой тюрьмы, где он сидел 50 суток. Такой осунувшийся худой, да? Действительно в тюрьме кормят плохо. Ответьте на вопрос, а что, ему там передачи запрещены? Мы ему еду не носили из дома на многочисленные так называемые донаты, донейшнс, пожертвования. Не все идиоты, друзья. Человек в тюрьме лежит или сидит. Он мало двигается. А если он хорошо питается, а Алексей явно имеет деньги на еду в достаточном количестве, то он бы должен был бы не осунуться, похудеть, подтянуться, а располнить. Ложью пропитано все вокруг Алексея Навального. Я ему не верю совершенно, и вот эта трагедия в Керчи, его реакция на нее разубедила меня. Алексей явно проект спецслужб, это совершенно очевидно и не вызывает у меня больше никаких сомнений. Также, если вы не верите мне, задайте вопрос, где сокамерники брата Алексея, который отсидел несколько лет в тюрьме. Бедняга так страдал, он ведь сидел в одиночной камере, правда? А скажите, почему он сидел в одиночной камере, и почему нет никаких свидетелей его отсидки? Есть свидетели того, как он в тюрьму уехал, и как он из-за решетки вышел. А того, как он чалился, свидетелей нету. А может быть, он тоже был где-то в отпуске, и нам просто всем дурят голову этим длинным-длинным театром. Как журналист я работал в различных ведущих газетах страны. В шесть лет я отработал в газете «Вечерняя Москва». Но последней каплей стало то, как я увидел, что мои коллеги перевирают статистические данные и пишут, что детских садов по статистике в Москве стало больше. А ведь это ложь. И вот это переполнило, я просто не смог больше там работать. И в конце прошлого года уволился. Я верю в Бога, и я вижу, насколько все пропитано сейчас ложью. Это единственные рычаги, которыми они по привычке воздействуют на нас. Реакция властей на трагедии в Кемерово, на ужас в Керчи одинаковая. Они показывают, что те наверху считают нас всех биомассой, биомусором. То есть они живут полной жизнью, а мы существуем на их земле по их воле. Или по их воле можем умереть, пропасть без вести, исчезнуть. Но сейчас их скользкие щупальца уже не держат рычаги власти. Руководство страны напоминает компашку двоечников, оказавшихся в рубке управления сверхсовременной атомной подводной лодкой. И вот эти ребята сейчас одной рукой тянут за рычаг, направляющий нос лодки вниз, вводят налоги даже на межбанковские переводы, на все что угодно, душат нас. Другой рукой они включают задний ход, направляя нас на острые рифы. Мы перессорились буквально со всеми соседями. На Западе проводятся крупнейшие в истории учения НАТО. Китай активно пилит нашу Сибирь. Что будет дальше? Давайте подумаем вместе. До свидания.